Всем привет! Перед боем Пётр Ян поддержал Фёдора. Пётр пожелал победы над Бейдером. Это будет завершающий бой в карьере Фёдора и хочется пожелать ему победы и на этой прекрасной ноте завершить свою карьеру. Что скажу о сопернике Фёдора? Да, это разносторонний, сильный соперник, но я уверен, Фёдор понимает, что он знает, что нужно делать для того, чтобы одержать победу. Так что, с Богом. И вот такой один запустите, и туда тоже. Белатар 290, официальный результат Райан Бейдер победил Фёдора Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде, тем самым защитил титул в тяжёлом весе. Лично мне без разницы, проиграл или выиграл Фёдор. Он был одним из тех, из-за кого я начал любить этот спорт. Заявление Фёдора Емельяненко давайте послушаем. С одной стороны, я огорчён, что не смог вас порадовать, а с другой стороны, рад, что вы болели за меня, что мои друзья здесь собрались, бойцы, которые прошли со мной десятилетия. Теперь я буду с ребятами тренировать их. Я закончил. Спасибо всем. После этого Фёдор положил перчатки на канвас. Легенда, одним словом. Что интересно, Фёдору в Лос-Анджелесе аплодируют больше, чем Бейдеру, а Бейдеру при этом ещё и свистели. Коллеги позвонили Александру Емельяненко за комментарием, и тот не готов или готов, но вы поняли. Чудес не бывает. Иногда нужно просто красиво уйти. В любом случае, Фёдору спасибо за такую карьеру. Финальный рекорд Емельяненко в 45 лет. 40 побед, 6 поражений у него. Фёдор всем уже всё доказал. Ещё одна новость. Конор Макгрегор и Майкл Чендлер станут тренерами нового сезона ТАФ, а в конце сезона проведут поединок друг с другом. Жёсткий намечается бой. Конор Макгрегор всё ещё не проходит допинг-контроль, прежде чем войти в октагон. Должен он пройти тестирование в течение 6 месяцев и иметь как минимум 2 отрицательных теста перед поединком. Сообщается, что премьера нового сезона ТАФ 31 состоится 30 мая и продлится до 15 августа. Что думаете, друзья, по обои Фёдора Емельяненко? Как вам поединок и что бы вы хотели пожелать Емельяненко, который завершил свою карьеру? Поделитесь вашими мыслями в комментариях, а мы скоро увидимся в новых роликах. Всем удачи и до скорого. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова